Здравствуйте. Продолжим нашу лекцию по теории автоматического управления. Сегодняшняя тема – линеаризация нелинейных статических элементов. Линеаризация – это замена нелинейной функциональной зависимости в определенном смысле близкой линейной зависимостью. Мы с вами познакомимся с четырьмя методами линеаризации статических нелинейных функциональных преобразователей. Первая – статическая линеаризация, вторая – дифференциальная, третья – гармоническая, четвертая – стахастическая. В каждом из этих случаев некоторый нелинейный элемент с входом U и выходом Z заменяется каким-то линейным элементом, в каком-то смысле, с тем же входом и выходом, соответствующим этому линейному элементу. Статическая линейная зависимость. Мы имеем, значит, нелинейную зависимость. Эту нелинейную зависимость мы хотим для приближенных расчетов заменить линейной зависимостью. Здесь K, S – коэффициент наклона, B – свободный член. При статической линейной зависимости предполагается, что задана некоторая рабочая зона, и входное воздействие изменяется в основном вот в пределах этой рабочей зоны. И, соответственно, этой рабочей зоны мы имеем некоторую рабочую зону выходного сигнала. То есть, в основном, выходной сигнал располагается в пределах Z1 и Z2. При этом статическая линейная зависимость предполагает, что некоторые две точки, определяемые рабочей зоной, расположены на нелинейной зависимости. Мы заменяем эту нелинейную зависимость некоторой прямой, проходящей через эти две точки. Как известно, через две точки можно провести одну единственную прямую, и коэффициенты уравнений этой прямой определяются из системы алгебраистских уравнений. Здесь, значит, для этой прямой граничные значения рабочей зоны должны удовлетворять эту прямую. И для начального значения, и для предельного конечного значения. Из двух линейных алгебраистских уравнений мы легко можем вычислить коэффициент наклона. Здесь Z1, Z2 и U1, U2, естественно, это конкретные числа. Значит, мы получим численные значения этого коэффициента. Когда мы нашли численные значения этого коэффициента, то подставив любое из уравнений системы 4, мы найдем значение для B. Здесь тоже, значит, все эти величины это числа. И B получится какое-то численное значение. И тогда, подставив в выражение 2 значения для K, S и B, получим уравнение нашей линейной модели. Естественно, что между истинной характеристикой и моделью будет некоторая ошибка. И она может изменяться, например, модулем рассогласований между истинным значением и значением на выходе модели. Возможно частные случаи, когда кривая проходит через начало координат, и рабочая зона нижней границы, вернее, одна из границ рабочей зоны расположена в начале координат. Тогда U1 равно 0 и Z1 равно 0. Подставляя эти значения в общее выражение, получим, что КС это Z2 деленное U2. Ну, это сразу из рисунка тоже видно. А B равняется 0. Другой частный случай, когда U1 равняется 0, но Z1 отличен от 0. И для этого случая получим соответствующее значение КС и B. Ну, и третий, возможно, частный случай, когда U1 отличен от 0, но Z1 равняется 0. Все остальное, значит, в смысле ошибка аппроксимации или ленизации, она остается такой же. Следующая дифференциальная ленизация. Есть опять некоторая нелинейность. Мы хотим эту нелинейность заменить опять некоторой прямой. В этом случае задана некоторая рабочая точка, вокруг которой, в общем-то, изменяется U и, соответственно, Z. В этом случае ищется такая прямая, которая является касательной к кривой характеристике в рабочей точке. Касательная, как известно, определяется, или, будем говорить, наклона этой касательной, определяется как первая производная в этой точке. Для краткости часто это записывается в следующем виде. Но здесь надо всегда помнить, что речь идет о том, что сначала берется производная, а потом вместо U подставляется U0. Ни наоборот, ни в коем случае. Когда мы нашли коэффициентные наклоны, из общего уравнения легко найти свободный член B. И, соответственно, мы получим уравнение модели в следующем виде. Или, перенося, как бы, начало координат в точку U0, то есть в рабочую точку, мы уравнение можем записать вот в таком виде. 16 и 17 на самом деле одно и то же. Эти вот два метода реализации, они применимы для сравнительно гладких нелинейностей. Ну, в частности, второй метод, именно дифференциальной реализации, применимы только в том случае, если нелинейность имеет первую производную. Если нелинейность имеет какие-то разрывы или там является неоднозначной, применение этих методов становится проблематичным. Следующая реализация это гармоническая реализация. В этом случае предполагается, что на вход нелинейного преобразователя поступает гармонический сигнал определенной амплитуды и определенной частоты. Тогда, вообще-то говоря, выходной сигнал будет некоторой функцией от этого гармонического сигнала. Выходной сигнал для модели ищут вот в таком виде. То есть здесь это амплитуда входного сигнала и сумма синуса и конуса с соответствующими коэффициентами. Это коэффициент гармонической реализации по синусу, это коэффициент гармонической реализации по косинусу. В качестве критерия близости модели, выхода модели и реального функционального преобразователя принимается следующий интеграл. Здесь, значит, это среднеквадратическое отклонение между выходом преобразователя и моделью в пределах одного периода колебаний. Если вы обратили внимание, значит, частота входного сигнала сохраняется и на выходе преобразователя и на выходе модели. Исходя из необходимого условия, мы легко можем найти коэффициенты гармонической реализации по синусу и по косинусу. Для известного функционального преобразователя, при известной амплитуде и частоте входного гармонического сигнала, этот интеграл всегда может быть рассчитан. И таким образом могут быть вычислены соответствующие коэффициенты. В качестве модели, или выхода модели, мы могли бы принять следующее выражение. Здесь тоже гармонический сигнал с некоторой амплитудой, которая пропорциональна амплитуде входного сигнала и с некоторой фазой. Частота та же самая. Между К гармонической и предыдущими коэффициентами гармонической реализации по синусу и косинусу существует следующая связь, что на самом деле устанавливается. То есть это как бы по теореме Пифагора, когда эти коэффициенты выступают как катеты. Фаза определяется как арктангенс отношения коэффициента по косинусу делённый на коэффициент по синусу. Гармоническую реализацию можно применять практически к любым нелинейным характеристикам. Единственное условие это на входе нелинейного преобразования должен быть именно гармонический сигнал или сигнал достаточно близкий к гармоническому. Для того чтобы в замкнутой системе такое условие выполнялось, в этой системе должно выполняться требование существования фильтра низких частот. То есть динамическая часть должна служить в качестве фильтра, который не пропускает составляющие высоких частот. Смысл этого метода реализации заключается в том, что на вход поступает гармонический сигнал, на выходе мы имеем вообще-то говоря какой-то нелинейный сигнал, негармонический. А при линейнизации мы фактически берём в расчёт только первую гармонику вот этого нелинейного колебательного процесса. А гармоники высокого порядка как бы не учитываются. Следующая стахастическая реализация. В этом случае входной процесс должен представлять из себя стахастический процесс. То есть входной процесс должен быть случайным. А модель ищется как обычный линейный преобразователь. В качестве критерия используется опять среднеквадратическое отклонение между истинным выходом и выходом модели. Подставляя вместо модели соотношение 28, получим выражение для критерий в следующем виде. И необходимо найти такие К, СТ и В, чтобы они минимизировали данную функцию. Для этого опять воспользуемся необходимым условием. То есть первые производные должны быть равны нулю. И тогда мы получим систему двух линейных уравнений относительно искомых коэффициентов. Для того, чтобы несколько сжать запись, введем вот такое обозначение. То есть математическое ожидание вместо знака М и скобу заменим чертой над данным процессом. Тогда выражение для коэффициентов, найденных из системы уравнений 30, мы можем записать в следующем виде. Здесь для КСТ числителя фактически мы имеем корреляцию между выходом и входом. Это вот ковыриация минус средний, приждень средних выхода и входа. Отделенный на дисперсию входа. Вот это второй момент входа минус квадрат среднего. Это как раз дисперсия. Когда мы нашли КСТ, поставляя в любое из этих уравнений найденные значения, можем найти B. Ну, имеется следующий вид. И стахастическая ленинизация или статистическая ленинизация тоже может быть использована практически для любых нелинейностей. Единственное требование необходимо, чтобы входной процесс, подаваемый на вход нелинейного преобразователя, был именно случайным. В противном случае этим методом пользоваться нельзя. Методы реализации используются как для теоретических исследований, так и для практических расчетов. И занимает важное место в инженерной практике. На этом наша лекция завершена. Если у вас есть какие-то вопросы, присылайте их в Телеграм. Я постараюсь их обобщить и ответить на них. И обязательно разработайте конспекты. До свидания. Всего хорошего. Берегите. Берегите.